855 день войны. ВСУ ударили по Тверской области. Беспилотники поразили завод по производству авиатоплива. Подробности через минуту. Также нанесен удар по месту размещения российских военных в Белгородской области. По линии фронта остается тяжелая ситуация на Покровском направлении. Однако все чаще появляется информация об успешных контратаках ВСУ. Так, в часовом еру ВСУ смогли потеснить российские войска из города. Также есть положительная динамика по тернам и по глубокому в Харьковской области. Медленно, но верно, ситуация на поле боя меняется. Хотя, возможно, я немного забегаю вперед. Тем не менее, поставка снарядов для ВСУ очевидно сыграла свою роль. Чешская инициатива уже заработала, снаряды по ней уже есть в войсках. Более того, неожиданно для многих Словакия, которая фактически была записана в союзники Москвы, заявил устами своего президента, что также присоединится к поставке боеприпасов Украине. Удар псин, как говорят. Ну а герои России продолжают убивать и садиться в тюрьмы. Так, приговор в 11 лет получил российский солдат, лично награжденный Владимиром Путином. Через 9 дней после получения награды он прострелил 18-летней девушке живот. Обо всем этом и многом другом сегодняшней свежей несводке, которую вы можете поддержать вашим лайком, комментарием, подпиской на канал. Особенно подпиской, это помогает продвигать видео эффективнее всего. Ну а также поддерживайте сам канал Финансово на Патреоне. Ссылка на него традиционно в описании. Спасибо, знаете, редко это говорю. Спасибо всем патронам, которые уже поддерживают канал Финансово. Благодаря вам каналу удается оставаться полностью независимым от кого бы ты ни был на этом свете и эффективно продолжать работать. Спасибо вам большое. Ну а присоединиться к полу этих замечательных людей вы всегда можете по ссылке в описании. Тем более, что я думаю, что уже в ближайшие... Мне подкинут... Я обратился к Люси Грин за помощью с поиском пропагандистского всякого... всякой чуши, которую можно вместе с вами посмотреть с подписчиками на Патреоне. Вот. И есть. Все. План есть. Скоро будем его реализовывать. Ну а теперь давайте перейдем к тому, что происходило последние 24 часа на линии фронта и за ее пределами. Итак, удар по заводу производства авиатоплива. Момент атаки беспилотника в Тверской области попал на видео. Вот вы видите его перед собой. Опять по заводу попали. Местные жители утверждают, что он упал на завод по производству авиационного топлива. Официального заявления, пишет Астро властей, по этому поводу пока не было. Атака произошла в ночь на 27 июня. На заводе повреждены трубопровод, крыша и здание одного из цехов. Пострадавших нет. Всех сотрудников смогли эвакуировать. ОАО «Рос», одно из крупнейших химических производств Тверской области, уточняет Астро, выпускает больше из 40 наименований продукции различного назначения. Итог этого удара, масштаб разрушений и сколько времени потребуется на восстановление всего перечисленного, узнаем с вами в ближайшие дни, я думаю, недели. В очередной раз лишь повторю, что, пожалуйста, не работайте на российскую оборонку и все, что с ней связано, потому что это цели для украинских дронов, для украинских ракет. И ударов по этим целям будет лишь больше. Не отдавайте вашу жизнь за Владимира Путина. Это довольно бессмысленная инвестиция, если хотите. Также нанесен удар по пункту дислокации российских военных. После удара дрона по бывшей школе в селе Мощеное в Белгородской области, ее здание полностью сгорело. Как выяснила Астро, учебное заведение использовали как место дислокации российских военных. Согласно этой информации, один военнослужащий погиб, еще один ранен. Также были эвакуированы 200 человек из близлежащих домов из-за опасений детонации боекомплектов. В этом же регионе жители села Стрелецкое заметили утром столб черного дыма, появившийся после нескольких взрывов. И нет, это не выбрали папу. Это, согласно предварительной информации, речь может идти о прилете по ЗРК. Местный телеграм-канал Пепел отмечает, что молчание губернатора об этом инциденте может говорить о поражении военного объекта. Действительно, школы, бывшие школы часто становятся объектом размещения войск, потому что это удобное здание. Это большие, просторные здания, которые в прифронтовых городах, особенно если мы говорим про прям близко к линиям боевого соприкосновения, они не используются, и в них заселяются российские военные. О том, что здесь были российские военные, свидетельствует как минимум полное молчание российской стороны, а также сообщение об эвакуации из-за потенциального взрыва боекомплекта. Безусловно, речь идет не о взрыве боекомплекта внутри дрона или что-нибудь такое. Речь идет о взрыве боекомплекта внутри здания, потому что российские войска размещаются, дислоцируются вместе с боекомплектом. Они его там складируют, там могут быть гранаты, там могут быть боеприпасы для всевозможных артиллерийских расчетов. Ну, все зависит от того, о каких подразделениях мы говорим. Поэтому по совокупности этих факторов, я думаю, что можно однозначно говорить, что был поражен пункт дислокации российских военных. Ну, а теперь давайте перейдем к линии фронта. Там нет серьезных изменений, однако есть интересные тенденции. Если мы говорим про Часов Яр, то военный обозреватель здания Бильд Юлиан Ребке сообщает, что ВСУ удалось провести успешную контратаку и освободить несколько улиц в микрорайоне Канал в Часовом Яру, где расположена многоэтажная застройка. Он также отмечает неудачные штурмы вооруженных сил Российской Федерации поселка Калиновка к северу от Канала, впрочем, их мы с вами уже обсуждали. Вот что он пишет. ВСУ контратаковали под Часовом Яром и выбили вооруженные силы Российской Федерации из микрорайона Канал, сообщает аналитик Бильд. Битва за Часов Яр к западу от Бахмута продолжается уже несколько месяцев. Город стоит на холмах, к тому же отделен от российских сил водным каналом Северский Донец-Донбасс. На востоке за Каналом находится жилой микрорайон Канал с многоквартирными домами. Ранее вооруженные силы Российской Федерации пытались обойти его с флангов и атаковать напрямую. На время им удалось занять разрушенные здания, но теперь ВСУ контратаковали и выбили россиян оттуда, сообщает Бильд, собственно, информация аналитика Рёбки. Рёбки, понятно, не аналитик, которому мы доверяем беспрекословно, тем не менее, собственно, судя по данным и картам, которые показываются, это действительно так, и давно мы не видели информации с российской стороны, что они куда-нибудь в Часову Яру там куда-нибудь пошли, где-нибудь поставили флаг или ещё что-нибудь такое. Это довольно интересно, потому что вообще, ну, про Часов Яр не то, что не было уверенности, что его удастся России захватить, а, типа, не было сомнений в этом. Вопрос был лишь во времени, кто-то говорил, типа, несколько недель, кто-то говорил, несколько месяцев, но пока тьфу-тьфу-тьфу не хочется сглазить, ситуация не выглядит как то, что россиянам, ну, прям удастся его захватить. Россия буквально топчется на месте, они вот как начали штурм Часова Яра, да, и попытку захвата микрорайонный канал, так на том же месте и находятся, только потеряв большое количество людей. Они, конечно, пытаются продвигаться по населённым пунктам, по бокам от Часова Яра, но, опять же, нельзя сказать, что продвижение прям идёт бодро, быстро и успешно, и с момента, как у ВСУ появились боеприпасы, с момента, как у ВСУ перестали быть в постоянном дефиците, ну, ситуация на поле боя несколько меняется. Вот как выглядит с воздуха как раз микрорайон, за который шли бои, как вы видите, он практически целиком уничтожен. Проблема в том, что даже откидывая российские войска и не позволяя им уничтожать, не позволяя им захватывать те или иные территории, к сожалению, Россия с помощью авиабомб, с помощью артиллерии просто уничтожает города. То есть мы видели не раз, что Россия заходит уже в полностью уничтоженные, стёртые с лица земли города. Такая же похожая ситуация в Волчанске сейчас происходит, и, к сожалению, во многих других населённых пунктах. Вот такая варварская абсолютная история, когда Россия не может захватить, но при этом максимально стирает с лица земли эти города. Впрочем, города не так важны, как жизни людей, потому что города можно отстроить, это вопрос денег. И вообще, если мы чуть-чуть забежим вперёд, то после победы Украины в Украине будет большая стройка, большая стройка, собственно, будут восстанавливать города, будут разминировать территории, то есть это будет прям большая-большая история, и нужна будет помощь всего мира в этом. Да, понятно, что финансово это во многом будет покрываться из компенсации, которой Россия будет вынуждена заплатить нанесённый ущерб. Тем не менее, всё это восстановимо. Главное, естественно, подчёркиваю, это жизни граждан, жизни украинских военных, жизни украинских жителей. Поэтому это должен быть приоритет, и, насколько я могу судить, остаётся приоритетом украинского руководства. В СУ также откинули врага от тернов. Об этом пишется Дипстейт. Первичного успеха возле тернов удалось достичь ещё в конце апреля силами 95-й ОДШ-БР, БТРГ, Сокол, НГУ, АЗОВ-60-й ОМБР, батальона 93-й ОМБР, 63-й ОМБР и подразделения ОСБ, пишет Дипстейт и, собственно, показывает карту, где действительно отмечено продвижение в СУ. Некоторые российские ЗЭД-каналы его признают. Георговка и некоторые другие направления. Военкор Юрий Котинок публикует обзор боевых действий на Донецком направлении. Он пишет, что в село Георговка около Маринки продолжает заходить группы ВСУ, так что о полном его взятии говорить нельзя. Почему это важно? Если вы следите каждый день за сводками и несводками, особенно за несводками, то это была большая интрига прошлой недели, когда российские войска заявляли, что они захватили Георгиевку и пошли к Максимилиановке, а украинские войска, в том числе офицер, заявляли, что это не так, что да, была атака на Георгиевку, обширные ВСУ были вынуждены несколько отойти, но они размотали большое количество наступающей техники и зашли в Георгиевку обратно. И вот сейчас российский ЗЭД-канал признает, что Георгиевка не под российским контролем. Котинок отмечает небольшое продвижение российских военных в Красногоровке, однако жалуется, что командование посылает штурмовые отряды в лобовые атаки, в то время как украинская сторона не испытывает недостатка в дронах. Красногоровка – это вообще большая такая большая медийная история для российских каналов, но вообще российские ЗЭД-каналы все время пытаются находить какие-то плюсы, да. Меня в этом часто обвиняют, что типа, Майкл, Майкл, вот постоянно у тебя там, не знаю, ВСУ побеждают, идут вперед и так далее. Ну, это пишут, скорее всего, люди, которые не смотрят и сводки, и не сводки, потому что я всегда объективно рассказываю о проблемах ВСУ, о том, где проблемные участки фронта, где непроблемные участки фронта. Вот сегодня, по совпадению, действительно есть несколько участков фронта, где есть успешные контратаки ВСУ. Но в целом я всегда опираюсь на весь доступный массив информации, который можно подтвердить. Более того, довольно активно ретранслирую мнение и оценку украинских военных, которые говорят о проблемах, которые существуют на тех или иных участках. Вот недавно было большое исследование Дипстейт, как вы помните, в одной из несводок, я вам его приводил, где они рассказывали, что произошло вообще в Ичеретиной, и почему это полная жопа и так быть не должно, и так далее, и тому подобное. Но, возвращаясь к Z-каналам, Z-каналы как раз пытаются всегда искать, вот у них не может быть какой-либо, там, я не знаю, какого-нибудь поста, где будет сообщено только о каких-то проблемах. Они стараются все это, да, там, полировать слоем каких-то успехов. И вот Красногоровка, это какой-то, ну, на этой неделе у них, вот, типа, какой-то невероятный успех. Опять они пишут про котлы, хотя не было ни одного котла, а в этой войне, в принципе, не знаю, может быть, на агрегатном заводе в Волчанске впервые он будет, хотя пока, опять же, котла там нет, там есть серая зона вокруг агрегатного завода, благодаря которой Россия не может нормально поддерживать свою группировку на этом самом агрегатном заводе, но это еще поговорим. Вот, поэтому вот про эту Красногоровку они все активно пишут, и вот Котинок, он чем хорош этот Z-канал, что последний, там, месяц-полтора, да, он все-таки в своих оценках старается быть чуть сдержаннее и добавляет проблемы, с которыми сталкиваются российские войска, и вот он пишет, что да, опять же, лобовые атаки, ничего другое, то, о чем я вам тысячу раз говорил, что Россия атакует всегда одинаково, это всегда лобовые атаки, это всегда большие потери, и если их удается сдержать, если удается, собственно, эффективно выстроить оборону, то в таких атаках Россия просто стачивает свою группировку, и все, и не получая при этом никаких преимуществ. В Яснобородовке о захвате, который вооруженными силами Российской Федерации сообщали некоторые Z-источники, военкор подтверждает только неудачный штурм, говорит, что вот, как бы, про захват ничего не может сказать, а вот штурм неудачный был. Что касается Новоалександровки, то тут, как пишет Котинок, идут наиболее активные и дерзкие действия с российской стороны. Он пишет, видимо, намекая на то, что инициатива далеко не всегда разумная, оценивает его слова инсайдер, а инсайдер, который делает ежедневные текстовые сводки, за что им большое спасибо, я ими активно пользуюсь, вы их не найдете, потому что инсайдер их прячет, они спрятаны у них в разделе новости, и это пока никак не поменялось, я пытался публично намекнуть инсайдеру, что сводки хорошие, классные, не надо их прятать, и типа сделайте для них отдельную плашку на главный, не потому что я суперзабочусь об инсайдере, а потому что я заботюсь в том числе о тех, кто хочет текстово просто сам читать какие-то сводки, там не всем удобно в видео, и было бы удобно для вас, инсайдера ни в какую, они, ну не знаю, не ставят почему-то, и короче, чтобы найти эту сводку, нужно залезть в новости, и вот там, и у сводки нет названия, если что, там просто перечисляются, там идет как новость, и перечисляются какие-то события, и вот это и есть сводка, туда надо нажимать, чтобы ее убить. В общем, так они оценивают слова Котенка. Парни проявляют порой разумную инициативу, но это не точно, пишет он в своем телеграм-канале. Украинский военный, ведущий телеграм-канал «Офицер», пишет об обострении ситуации по направлению к городу Селидово от Карловки, где под обстрелом находится сам город, а также прилегающие к нему села. Как сообщают украинские военные с мест, особенно интенсивно бомбят предместье Селидово, село Михайловку. Дипстейт отмечает активизацию со стороны Вооруженных сил Российской Федерации на северском выступе от Белогоровки до Раздоловки. Россияне продолжают лезть по всему отрезку от Белогоровки до Раздоловки. В последнем продолжаются активные бои. Враг пытается закрепляться в домах, пытается оккупировать деревню. Силы обороны, в свою очередь, активно работают дронами и артиллерией по противнику. Ситуация там усложняется, ведь россияне применяют большое количество пехоты. Она там является основной силой, а также применяется техника как огневая поддержка или как средство доставки десанта. А преуспевая, россияне увеличивают давление на деревню, пишет Дипстейт. Поэтому проблемные участки, вообще вся линия фронта сейчас, это один большой проблемный участок. Стратегическая инициатива остается пока на российской стороне. Наступление остается на российской стороне. Россия активно наступает на многих направлениях, что для российских войск и плюс, и минус. Плюс заключается в том, что они не дают Украине как-то сосредоточиться и аккумулировать свои силы. Украина вынуждена тушить пожары по всей линии фронта, есть там пожарные бригады, которые ездят, приходится задействовать резервы и так далее. Но, с другой стороны, это минус и для российской стороны, потому что у российской стороны не получается сформировать какого-то единого направления эффективного удара. И мы видим, что да, Россия атакует по многим направлениям, но делает это, мягко скажем, без серьезных успехов, без прорыва в глубину, без даже шанса выйти на оперативный простор. Ну как, не надо так говорить, да, что нет даже шанса. Наверное, шанс есть. Наверное, надо оставлять вероятность того, что там где-то есть суперхитрый план, но базово его пока не видно, вот уже мы сколько. Июнь кончается, да, вот это вот громадное летнее наступление российское пока не замечено, да. И, возможно, и не будет, потому что Россия просто использует все свои резервы, все свои войска для разнородных атак по разным направлениям, вместо того, чтобы консолидировать их в одной точке и попытаться совершить какой-либо прорыв. Ну, в это время в Украине поступают все новые и новые боеприпасы, все новые и новые возможности, и в это время параллельно проходит обучение мобилизованное. В Украине новая вот волна мобилизации, которая, как это, специфична тем, что это после принятия поправок к законопроекту мобилизации. Я напомню, что в Украине до недавнего времени нельзя было мобилизовывать граждан младше 27 лет, то есть только от 27, и эта планка была понижена до 25, и, собственно, набрали новое количество граждан, рекрутов для мобилизации, ну, в смысле, мобилизовали их. Вот сейчас они проходят обучение, и, соответственно, июль, август, сентября. Где-то октябрь, ноябрь – это момент появления вот новых уже подготовленных существенного количества войск, и, собственно, до этого момента Украина держится, до этого момента Украине нужно быть в обороне и прочее, прочее, но мы видим, что оборона – это достаточно эффективно, но сложная, да, прорыв фронта, ну, то есть обвал фронта вряд ли может случиться, но локальные проблемы могут быть в любой момент, и потому что это все сложнее, чем просто цифры. Это история про мотивацию каждого отдельного солдата, про принимаемые решения, про грамотность этих решений, и пока Украина воюет довольно эффективно. Опять же, будем надеяться, что Украина сможет победить Россию, сможет сдержаться в ближайшие месяцы и затем уже взять стратегическую инициативу в свои руки. Ну, или, на что я надеюсь больше, это что, там, не знаю, война закончится прямо завтра, потому что какой-нибудь охранник Владимира Путина просто пристрелит его как собаку бешеную, и там через неделю война закончится. Очень бы хотелось в это верить и ждать этого чуда, и мы, безусловно, его с вами ждем, но как бы рассчитывать на чудо не имеет смысла, имеет смысл задаваться вопросом, что я могу сделать для того, чтобы помочь Украине прямо сейчас. Еще одно интересное видео. Экипажу БМП Брэдли, 47-й МБР, удалось сбить из штатной 25-мм автоматической пушки российский впивидрон. Это произошло на Покровском направлении, где, как сообщается, небо усеяно беспилотниками противника. И это скорее исключение, потому что, собственно, пушки для этого не предназначены, это просто показывает большое мастерство оператора, который этим занимался. Вот, поэтому выглядит очень круто, но понятно, что единичная история, хоть и, ну, это не знаю, как там, как палкой дрон сбить или там на лету кинуть в него там нож какой-нибудь или еще что-нибудь такое. Короче, это очень круто, здорово выглядит, но, конечно, к сожалению, не может стать массовым противодействием против ФПВ. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем посетил стаб-пункт 47-й отдельной механизированной бригады, прям приехал к ним на Покровское направление. Непрерывная работа наших медиков заслуживает высокого уважения и поддержки. Все время и силы они отдают спасению бойцов. Об этом пишет 47-я бригада. Владимир Зеленский пообщался по поводу первоочередных нужд и отметил медиков государственными наградами. «Благодарен за ваш ежедневный труд и самоотверженную помощь нашим военным», сказал президент Украины. Зеленский в очередной раз демонстрирует, что он не робкого десятка, приехать на самое активное направление, потенциально опасное. Конечно, мы в очередной раз видим, как Зеленский не страшится при подъехании близко к линии фронта, а Владимир Путин что самый близкий он был. Но в Мариуполе он как-то был под покровом темноты. В целом, это все. Что касается Боровой, как вы помните, оттуда приходили сообщения на прошлой неделе, что есть потенциальное скопление российских войск и может быть интенсивнифицированные атаки. Украинский военный из 3-й УШБР передает через КАО офицер информацию об обстановке по направлению на Боровую. Здесь вооруженные силы РФ также пытаются продвигаться за счет массированного применения пехоты во время не прекращающейся ни днем, ни ночью штурмов. В то же время бронетехнику российское командование старается не задействовать, поскольку она эффективно выбивается с помощью украинских дронов. Что касается Харьковской области, Дипстейт демонстрирует кадры боевой работы украинских танкистов из 92-го УШБР в районе Глубокого на севере Харьковской области. Танк в одиночку выехал на южную окраину села и сделал несколько выстрелов по местам дислокации вооруженных Северной Федерации. Также экипаж пережил попадание в машину и в пиви дрона. Расточенные бои вокруг села продолжаются. На запорожском направлении, как пишет украинский военный Станислав Бунятов, россияне имеют минимальные успехи под Работино и Новопрокоповкой. Вооруженные силы Российской Федерации не проводят здесь механизированных штурмовых действий, однако используют все возможные способы поражения украинской пехоты, прежде всего дроны. Бунятов предупреждает, что если россияне усилят наступательные действия на этом направлении, это может стать проблемой из-за нехватки здесь артиллерийских выстрелов УСУ. Что касается Сумской области, как вы помните, после начала российского наступления в Харьковской области было много опасений по поводу того, что что-то может начаться в Сумской области. Кадыров даже рассказывал, как они захватили Рыжевку, село, которое впрямую прилегает к Теткиной и что-то такое. Что касается Сумской области, российская армия не создает наступательных группировок на границе Сумской области, об этом РБК Украина сообщил источник в Генштабе ВСУ. Россия не создает наступательных группировок в Сумской области, действий и обстрелов пограничной зоны, сказал этот источник. При этом, по его словам, враг продолжает держать по ту сторону границы определенное количество войск, чтобы украинские силы оставались в напряжении. Ну, то есть, таким образом, фактически сковывать украинские войска. Вот, что происходит на линии фронта, как видите, без серьезных и масштабных изменений, даже бы я сказал с некоторым позитивом. Вот мы все больше с вами встречаем в новостях истории про какие-то успешные контратаки у Глубокого, у Тернов, в Часовом Еру. В Часовом Еру это вообще пушка-бомба, честно говоря. Вот, опять же, не стоит переоценивать это, не стоит говорить, что прямо вот, не знаю, в Харьковской области все в Волчанске, там Волчанск освобожден и так далее. Это не так. Бои тяжелые. У россиян много еще ресурсов, они их активно используют, но как будто бы есть тенденция к некоторому изменению в состоянии линии фронта, не хочется сглазить, поэтому пока давайте просто запишем это как ощущение, посмотрим, куда это ощущение нас выведет. Но есть вещи, про которые можно говорить гораздо увереннее, например, это полная фиаска Черноморского флота Российской Федерации. Черноморский флот фактически уничтожен как боевая единица, то есть он уничтожен непосредственно корабли его, а те, что остались, те, что в строю, они как бы вынуждены передислоцироваться, поэтому фактически Черноморский флот выведен из уравнения, и это признают из Z-канала. Вот, например, пишет два майора, сначала цитируя заместителя помощника государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер. Вытеснение Украины и российского флота из западной части Черного моря является невероятным достижением Украины и одним из важнейших ее успехов. В общем, я считаю, что освещение в СМИ имеет тенденцию быть слишком негативным и недостаточно сосредоточенным на невероятных достижениях, которых Украина настигла за время войны. Приведу лишь один пример. Россия пыталась монополизировать Черное море и отрезать торговые пути, а Украина достигла невероятного успеха, оттеснив российские войска и сделав Черное море снова устойчивым и надежным каналом для экспорта товаров. Конец цитаты. Злости не хватает, но тетка бьет фактажом. Перевалка грузов в украинских портах вернулась почти на довоенный уровень. Военные операции после жестов доброй воли и оставления острова Змеины и после кровавых боев в западной части Черного моря наш флот не проводит. Безусловно, тут сказалось и бездарное командование замшилых флотоводцев, что подтверждается снятием пары командующих Черноморским флотом ранее. Несмотря на принятые организационно-управленческие меры, было потеряно драгоценное время, которое надо было тратить на переведение средств поражения и защиты флота в надлежащее состояние. К сожалению, именно Россия усиливает противодесантные и противодиверсионные меры на крымских берегах, а не Украина у своих. Хотя в самом начале СВО наши БДК явно планировали с десантной операцией у Одессы, а не к уходу в дальние порты. Сейчас представляется абсолютно реальным переломить ход событий, но для этого надо объективно докладывать наверх об обстановке для принятия верных управленческих решений, очень быстро бежать от бюрократии, а уважаемым центральным подразделениям не спрашивать, а что вы сделали для устранения недостатков, насылая бумажные комиссии, а всячески помогать развивать наш славный черноморский флот. Тут, конечно, у всех улыбка, наверняка на словах особенно наверх предоставлять правдивые доклады. Они инструкции старые соблюдать, но без политической воли, жесткой команды высших офицеров и их готовности принять на себя ответственность, получается только отдельные корабли утыкать средствами защиты. концепция применения флота и его готовность к отражению современных вызовов пока же не позволяет мыслить о переносе точек напряженности на вражеский берег. А ведь именно для этого он и создавался. Видимо, речь про флот, а не про берег. Ну, как видите, признание просто очевидного, то, о чем я много раз говорил, что действительно Украине удалось невозможно, а страна, почти не имеющая боевых кораблей, а просто уничтожила российский черноморский флот и весь его потенциал. Ну, то есть, не весь физически уничтожил, да, физически там уничтожена что-то треть, примерно четверть кораблей, но, тем не менее, уничтожила возможность применения черноморского флота собственно в Черном море. ГУР тем временем рассказали и показали, как в том числе это стало возможно. Они рассказали о работе народного спутника ICE. Этот спутник военной разведки передал благотворительный фонд Сергея Притулы почти два года назад, 20 сентября 2022 года, а средства на него собирали всей страной. Спутник ICE, радарный САР, то есть для получения снимков, использует радиоволны, а не видимый диапазон. А значит, имеет возможность видеть сквозь тучи, туман и даже растительность. За период использования этого спутника ГУР сделали 4173 снимка. Среди них 370 снимков аэродромов, 238 снимков позиций ПВО и средств РТР, 153 снимков нефтебаса и складов горючего, 147 снимков складов ракетного авиационного вооружения и боеприпасов, 17 снимков БАС ВМС России. Кроме того, ICI фиксирует пункты постоянной дислокации вражеских сил, полигоны, военные городки, центры мобилизационного развертывания и многое другое. На иллюстрациях вы как раз видите результаты работы спутника, в частности, позиции ПВО, полигоны, позиции средства ЕЛИНД, вражеской техники в Зеленке, военных баз россиян в Новороссийском и оккупированном Севастополе, а также Керченский мост. Поэтому очень эффективный оказался спутник. Мы видим, как часто ГУР занимается поражением объектов и желаем им удачи. Как видите, сбор средств и, собственно, помощь гражданских военным это довольно важный элемент помощи ВСУ в целом и имеет свой эффект. И поэтому я вас, собственно, хочу привлечь к одному из сборов. Обычно я это не делаю в несводках, я делаю в отдельных видео, но проблема в том, что вот видео, которое я недавно опубликовал, там я опубликовал сбор через 24 канал, который мы совместно с ними делаем, по которому уже что-то там много миллионов гривен смогли мы собрать. Но у них проблема с платежной системой новой, к которой они подключились, и поэтому люди не смогли, к сожалению, большая часть людей не смогла задонатить. И поэтому в качестве такой почти, считайте, компенсации давайте про один сбор тоже расскажу небольшой. Это сбор 113-го батальона 110-й ТРО на Купинском направлении для обустройства укреплений. Там продолжаются российские атаки. Как вы знаете, укрепление довольно важно. Есть укрепление, которое строится там за общий счет, есть наоборот укреплений до обустройства укреплений, на которые нужны всякие расходники и прочие-прочие инструменты. На них нужно тоже средства. И там довольно маленький сбор на 100 тысяч гривен в целом. 30 из них уже есть на этом сборе, поэтому давайте попробуем добрать, помочь, потому что действительно хорошее укрепление, они просто имеют решающее значение при отбитии атак. Вот QR-код на монобанку, ссылка в описании. Опять же, у меня все верифицировано, у меня есть официальное заявление от этого подразделения, то есть я перед тем, как какие-то сборы вообще к вам сюда приносить, я верифицирую все максимально, чтобы не нарваться на мошенников, поэтому как бы давайте доберем, я, естественно, тоже поучаствую, если вы в России, то не надо в этом участвовать, потому что вас могут посадить, для вас есть там другие опции всякие, но если вы за проделами России, пожалуйста, принимайте в этом участие, потому что действительно Украина находится под постоянным прессингом со стороны России, постоянной военной агрессии, у России больше на данный момент ресурсов, больше техники, больше ракет и всего остального, поэтому нужно помогать, как видите, и со спутником, и даже с самыми маленькими вещами, на которые вы помогаете донатить, и в пиви дроны, квадроциклы, техника и прочее, прочее, они имеют решающее значение в конкретных боях, в конкретных столкновениях, поэтому давайте поможем украинским защитникам сохранить собственные жизни и свою страну. Реквизиты в описании, QR-код вы уже видели, в общем, давайте доберем эти 70 тысяч гривен, я думаю, это будет очень здорово. Ну а теперь возвращаемся к тому, что происходило за минувшие сутки. Одна из самых загадочных, наверное, историй, это история про администрацию Джузефа Байдена, которая рассматривает отмену запрета на отправку американских военных подрядчиков в Украину для помощи в обслуживании и ремонте вооружения, предоставленных Соединенными Штатами. Решение еще не принято и требует одобрения президента, который выступает категорически против отправки американских войск в Украину. Присутствие подрядчиков на месте существенно ускорит ремонт сложных систем вооружения и ожидается, что в Украине будет работать от нескольких десятков до пары сотен таких подрядчиков и компании, претендующие на контракты, должны будут разработать планы по снижению рисков для своих сотрудников. Чем это интересно? Дело в том, что, во-первых, это абсолютно ничем не отличается от того, о чем говорил Макрон. То есть, когда Макрон говорил про отправку войск, российская сторона пыталась это представить как буквально французских военных отправить, на самом деле речь идет об инструкторах, речь идет о ремонтниках, речь идет вот о таких вещах, потому что это существенно снижает логистические издержки, временные издержки, тем самым помогая Украине. Что касается российской стороны, российская сторона, в том числе язык-каналы, иногда официальная пропаганда рассказывает, что там уже все это есть, что там уже куча всяких инструкторов, что и американские есть, что более того, патриотами непосредственно управляют, например, американцы, так мессы запускают непосредственно американцы. Вот. Ни одного подтверждения мы не видели этому. Тем самым Россия сейчас загоняет в некоторую ловушку, потому что, когда начнется разговор про возможную отправку, Россия и Путин лично будут кричать «Нет, нет, вы не посмеете, на нашу красную линию пыры-пыры-восемь дыры», но история заключается в том, что российская пропаганда уже давно исходит из того, что это типа так, по крайней мере, продает это своим гражданам. Российская пропаганда таким образом постоянно себя ставит в неудобную ситуацию, потому что, судя по российской пропаганде, вообще западные войска, включая войска НАТО, непосредственно участвуют в этой войне, причем еще там с сентября 2022 года, когда там, я помню, в ноябре рассказывалось, что вообще там украинских войск не осталось, что везде они, значит, иностранцы и так далее, причем российская сторона часто говорит не про добровольцев, которые просто едут в Украину, помогать защищать ее, а прям про штатных военных, постоянно российская пропаганда рассказывает, что уничтожено там 200 французских военных в каком-нибудь отеле, уничтожен какой-нибудь бункер с генералами НАТО в Украине и прочая-прочая херня, ни разу которая не подтвердилась и наоборот напрямую опровергалась. Тем не менее, если Америка отправят действительно своих инструкторов туда и обслуживающих, ну как обслуживающих, плохо звучит, наверное, ремонтников, один из важнейших видов персонала на войне, это действительно сильно сократит издержки и будем надеяться, что это решение будет принято, потому что не должна Россия диктовать, что Западу делать и что не делать, хотя в очередной раз это подтверждает тезис, о котором я вам не раз рассказывал, что красные линии, они не у России, они у Запада, это Россия воюет в полную мощь, а Запад еще не использовал и одной десятой возможности для помощи Украины, это чудовищно, потому что если бы Запад использовал хотя бы половину своих возможностей, то давно бы уже никакой войны не было, да и Путина подавно. К сожалению, Запад боится эскалации, ядерной войны, тра-та-та-та-та, и поэтому, значит, всячески медлителен и вот решения, которые принимаются, они часто принимаются по зданию, хотя их эффективность, очевидно, вот мы видим эффективность того, что Америка разрешила бить собственным вооружением по российской территории на глубину до 100 километров, но если бы Америка разрешила бить всем вооружением, которое поставлено Украине и на любое расстояние, то, конечно, от российских военных аэродромов, с которых летают российские самолеты для того, чтобы бомбить Украину, там, Воронежского, например, уже бы ничего не осталось, то есть никаких бы самолетов там уже не было. К сожалению, все это долго, все это долго согласуется, очень много страхов и так далее, но посмотрим, что будет по этой новости, опять же, она обширно пока не обсуждается, возможно, в ближайшие дни начнется, как обычно бывает, вот если вы что-то тут слышите, это начинает обсуждаться широко через 2-3 дня, а может быть и нет, может быть, это вообще новость пустышка, в общем, будем за этим следить. Из тревожных историй это наращивание России производства боеприпасов. Руссия, это такой институт британский, очень хороший, отмечает в своем докладе, что Россия значительно увеличила производство боеприпасов и ракет за время войны, несмотря на западные санкции. Довольно небольшой, но хороший доклад про производство артиллерийских снарядов, ракет и дронов, которая выросла в разы, а в случае, например, с реактивными снарядами РЗО «Град» в 15 раз. Рост выпуска обеспечивает текущую интенсивность боевых действий. Эксперты Руссии пишут, что западные санкции были неэффективны из-за недостаточной координации инфраструктуры для того, чтобы они соблюдались. До войны Европа рассматривала механизм ограничений не как регуляторную меру, более как способ пристыдить оппонента, чем подорвать его деятельность. И вот, например, там есть иллюстрация, я вообще рекомендую, если вам интересно, посмотрите, зайдите, ну, в «Бете Руси» там доклад, вот я показывал его обложку, да, вы можете, ну, там 43-страничный доклад. Вот, например, картинка, из чего собираются лонцеты, и вы видите, что там до хера западных компонентов. Все это поставляется до сих пор. Да, Россия-то сейчас дороже, чем могло бы быть, но, тем не менее, Россия все еще продолжает делать, Россия продолжает делать ракеты, стрелять этими ракетами по гражданской инфраструктуре Украины, и, в общем, Запад как будто прикладывает недостаточное усилие для того, чтобы ограничить эту деятельность, ограничить передачу России этих товаров, из которых она строит, потому что сама Россия не может строить ракеты, ну, в том смысле, что у нее нет собственных производств, которые позволили бы ей делать компоненты, из которых бы они делали ракеты. Поэтому это все западные товары, причем именно западные, потому что там чипы американские, как правило, станки немецкие поставляются они уже после начала войны полномасштаб, то есть Западу нужно выделить больше людей, которые будут следить за соблюдением санкций, трекать конкретные поставки, заводить уголовные дела на конкретных поставщиков и так далее, а не исключать из санкционных спитков российских миллиардеров. Да, ну вот, я не то чтобы большой вот стенатель в этой группе, где от, пока обычных россиян там херачат санкциями, оружие продолжает поступать, это правда, но как бы, мне кажется, это две параллельные истории, и как бы не очень друг с другом связаны, хотя обвинения справедливы, действительно ограничения, которые падают на обычных россиян, которые преодолевать их сложнее, особенно если мы говорим про уехавших, уехавших от войны, да, людей, а вот, к сожалению, производство снарядов, производство ракет, оно продолжается, но меня больше интересует именно второй аспект, то есть, типа, вот своей деятельностью, в том числе, деятельностью инсайдера, который, наверное, из российских СМИ плотнее всего занимается поставками западных комплектующих для российских ракет и российской оборонки, хотелось бы добиться, чтобы и эта была проблема решена, да, то есть, не хочется просто как-то об этом кричать и говорить, что, типа, ой-ой-ой, как все ужасно, действительно, ужасно, действительно, как бы крик вырывается, и хочется всякими неприятными словами называть тех, кто за эти санкции ответственный, за их эффективность, но, тем не менее, важнее тут добиться какого-то результата, и хотелось бы понять, как это делать, я благодарен всем, кто пишет собственным там конгрессменам и государственным органам, являясь гражданами там западных стран и просит проверить конкретные компании, вот, опять же, инсайдеры постоянно публикуют их списки, это очень здорово и классно, надо придумать, что еще с этим делать, я надеюсь, что Запад как-то больше будет обращать внимание на это все, я надеюсь, что доклад Руси произведет впечатление, и поэтому я про него в том числе рассказываю, если у вас, если вы знаете, кому об этом рассказать, если вы знаете, до кого это донести, если вы сам человек, принимающий решения, я знаю, такие смотрят, в том числе, из Евросоюза, из людей, принимающих решения там, то, пожалуйста, обратите на это внимание, как бы проблема никуда не делась, она все еще существует. При этом с более простыми историями у России проблемы есть, в канале украинского военного эксперта Андрея Тарасенко демонстрируется плотно обшитый решетками, цепями и каким-то вялым сковоречником, обтянутым рабицей, как он пишет российский Т-72А. И, казалось бы, вот выглядит танк, интересно, куча всяких сеток, куча всякой защиты и так далее, круто, не совсем. Дело в том, что он не оснащен динамической защитой, что заставляет танк выглядеть непривычно и неэффективно. Делается предположение, что технология самостоятельного изготовления динамической защиты не знакомы этим людям. Дело в том, что динамическая защита намного эффективнее, чем условные какие-то висящие цепи, потому что у тебя даже в цепи и прочее детонирует дрон, то есть, пролетает и там, например, детонирует, у тебя нужна на танке какая-то защита, и вот динамическая защита, которая делает такие... Не хочется мне говорить про это подробно, потому что я не эксперт, а вы как бы зашимите меня и правильно сделаете, но, короче, динамическая защита, она как бы делает микровзрыв, или не микро при детонации, и тем самым спасает танк. Вот динамическая защита не имеет смысла там на какой-нибудь буханке, потому что просто типа она прошибет его, а вот на танке это типа самая необходимая вообще вещь, и много было жалоб на то, что нет динамической защиты в как бы производстве крупном, но ее можно делать и кустарной, там, собственно, сам вот этот военный эксперт рассказывал, как и она делается, вот, но как-то вот вместо этого обвешали танк всем, чем можно, он, да, похож на там, не знаю, какое-нибудь средство из Безумного Макса, но как будто бы в бою эта вся херня не особо поможет. Поживем-увидим, как вы видите, царь-мангалы не стали панацеей, как, хочется сказать, как я и говорил, да, но, наверное, не я один, естественно, я не являюсь военным экспертом, но, собственно, вот как-то хайп по поводу вот этих вот царь-мангалов утих, вот этих вот танков закованных, кучу листов каких-то, и вот их, как-то мы не видим их на поле боя, потому что оказалось еще и сказки про то, что они там неуязвимы и все такое, это просто сказки, типа, и на раз их просто дживелины разваливают, на вингх они подрываются и так далее и тому подобное, поэтому, как бы, не стало это какой-то панацеей, впрочем, нет панацеи в этой войне, в принципе, и не бывает в воинах панацеей, всегда это вопрос соревнования, так сказать, снаряда и брони. Что касается снарядов, которыми в том числе будут наноситься удары по этому и другим танкам, тут произошел классический удар в псину. Словакия поможет Чехии с боеприпасами для Украины. Об этом заявил президент Словакии Петер Пелегрини. Этот политик заявил об этом во время своего официального визита в Чешскую республику в разговоре с президентом Петром Павлом. Мы внесем значительный вклад своими производственными мощностями в успех чешской деятельности по боеприпасам. Словакия увеличила производство на своих заводах, где производятся или возобновляются боеприпасы необходимых калибров. Значительная часть боеприпасов из коллекции, инициированной Чешской республикой, будет со временем переработана и произведена непосредственно на словацких заводах. Без этого вооружения вряд ли могло бы продолжаться, заявил Пелегрини. Пелегрини также сообщил, что запланировал встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Она остается либо на этой неделе в Брюсселе во время Европейского совета, либо во время предстоящего саммита НАТО в Вашингтоне. В частности, Братислава согласится с планами НАТО по дальнейшей поддержке Украины на саммите в июле, однако она не будет направлять словацкие войска на территорию Украины, даже если они будут частью тренировочной миссии, сообщил он. Об этом пишет Дипстейт, и это довольно интересно, потому что, как вы помните, там есть премьер Фицу, и Фица рассказывал, что не-не-не, ничего мы не будем вообще Украине поставлять никогда, это все не в наших интересах, тыра-быра, и вообще был такой криптопутинист, но вот как-то все немножечко повернулось, не очень понятно, чьим словам верить, непонятно, у кого есть возможности и полномочия для реализации, но судя по тому, что сказал президент, история заключается в том, что Словакия будет вот по чешской инициативе, которая, напоминаю, заключается в том, чтобы собрать кучу денег и закупить кучу боеприпасов у третьих стран для Украины, Словакия, видимо, будет их производить и передавать. А, собственно, недавно такой же удар в псину был от Сербии, которая тоже вот братушки-братушки-братушки, но поставили снарядов в Украину на 800 миллионов евро, с чего бомбануло у многих Z-военкоров и Z-активистов, поэтому дружба-дружба, деньги в розь, если, значит, кто-то вам что-то пообещал, это совершенно не значит, что ровно так и будет. С одной стороны, это работает и на сторону России, потому что Россия старается перекупать различные страны и там шантажом и еще чем-нибудь, но с другой стороны, это работает и против России, потому что денег-то базово больше у Запада, ну вот как ты не крутись, ну вот денег больше у Запада, санкции, большие возможности у Запада, то есть страны, которые интегрированы в европейскую экономику, ну конечно, они не будут, там я не знаю, продавать снаряды российскому, чтобы она денег не предложила, ну потому что иначе им просто отрубит экономику, нахер, вот поэтому, ну деньги они заработать хотят, поэтому будут продавать Украине. Добро пожаловать в мир капитализма, Владимир Владимирович, выживлять Путин, получайте гранату, фашисты. Вот, ну в общем, новость хорошая, что касается самой чешской инициативы, первая партия артиллерийских снарядов по ней уже в Украине, об этом сообщил глава чешского правительства Петр Фиалов в Твиттере. Первая партия боеприпасов от нашей инициативы прибыла в Украину некоторое время назад, мы делаем все от нас зависящее, написал чиновник в соцсети. Чешская инициатива, напомню, начатая Чехии программа закупки артиллерийских снарядов калибров 122 и 155 миллиметров у странно-поставщиков со всего мира. Инициатива финансируется несколькими странами, в том числе Германией, Нидерландами, Данией, Португалией и Канадой. Ну и напоследок, несколько, я бы даже сказал, трэш новостей, неожиданный поворот в истории с убийством Расселом Бентли. Помните такого? Это значит, типа, американец, который приехал на Донбасс и типа, был там военкором. И вот, значит, в какой-то момент российские солдаты, не поняв, что он звой, его взяли, пытали и затем убили. И, соответственно, сейчас история получила продолжение. Уже жены этих российских солдат или солдат российской армии рассказали, что произошло и что они обо всем этом думают. Жена и сестра российских военных, которых задержали по подозрению в убийстве Рассела Бентли, обратились к Путину с просьбой не наказывать их мужчин. Так называемый ДНР, жена и сестра российских военных, которых подозревают в убийстве американского добровольца, боевавшего за ДНР, Рассела Бентли, обратились к Владимиру Путину. Так, Ольга Ярданова, жена Андрея Ярданова, старшего лейтенанта, командира танковой роты 5-й бригады, и Ирина Мальцева, сестра Владимира Бажина, старшего лейтенанта танковой роты 5-й бригады имени Захарченко, заявили, что во время удара ВСУ на месте прилета оказался американец, который говорил на английском языке и размахивал оружие, за что наши ребята его задержали. Их видеообращение выложил бывший адвокат актера Михаил Ефремов Ильман Пашаев обращение этих двух женщин. Теперь по непонятным причинам их посадили 28 мая. Следователь непосредственно посадил ребят в изолятор, не дает нам не увидеться, не что-то передать, не объясняет, почему они там сидят. Их пугают, чтобы они отказывались от адвокатов, пугают их тем, что им грозит пожизненный срок, говорит Ольга Иорданова. Она утверждает, что следователя посадившего ее мужа зовут Петр Рыков, он не дает семье найти для арестованного ее супруга адвоката. Иорданова говорит, что ее муж был единственным кормильцем семьи, у него двое детей, а сама Иорданова по состоянию здоровья работать не может. Скажите, почему из-за страны, которая с нами враждует, имеется в виду Америка, мы должны терять наших мужей? Мы так радовались, когда к нам пришла Россия, что наконец-то мы будем жить с каким-то порядком, с каким-то законами, а получается, что мы пришли к тому, что мы живем в еще большем беззаконе, и каждый, кто имеет здесь хоть какую-то власть, творит здесь все, что он хочет, говорит Иорданова. Лучше, что называется, и не скажешь, удачи обеим сторонам, и российским военным, которые убивают направо и налево, когда слышат американскую речь, и как бы американским добровольцам, которые едут помогать русскому миру, сталкиваясь с тем, что он на самом деле значит. Здесь как бы совокуплялась жаба с гадюкой, и как бы, ну, одна уж там досовокуплялась, потому что Бентли мертв, но вот как бы гадюкам тоже удача. Американский псевдовоенкор Бентли пропал 8 апреля этого года, напоминаю, позже его жена сообщила, что его похитили, и незаконно удерживали российские военные, а затем убили. Поэтому аккуратней с русским миром можно лишиться головы. Ну и напоследок про элиту России. Военный суд ЛНР, самопровозглашенный ЛНР, привоговорил к 11 годам колонии герой России Река Магасумова, награжденного лично Путиным по делу об убийстве 18-летней девушки. Замкомандиры 74-й отдельной мотострелковой бригады, Минобороны и герой России Река Магасумова вот приговорили к 11 годам колонии не только по делу об убийстве, но также признали его виновным и в хулиганстве и лишили этого самого звания герой России. Как утверждает следствие, преступление было совершено в Луганске в августе 2023 года. Магасумов вместе с капитаном Павлом Яскевичем и Артуром Пузанкевичем отмечали в баре звание Герой России, которое присвоил Магасумову лично диктатор-людоед Владимир Путин за 9 дней до события. В баре к ним присоединились две девушки, одна из которых попросила пострелять из пистолета. Пьяный Магасумов выстрелил ей в грудь. Явку с повинной написал Яскевич, но позже отказался от своих показаний. Защита Магасумова уверяла, что выстрел произошел случайно, когда военный убирал пистолет в кубру. Адвокаты в ходе процесса просили суд переквалифицировать на статью 109 УК РФ по реченению смерти по неосторожности, но суд отказал в этом. По итогу герой России, бывший уже получается, получил вот 11 лет. На полях хочу отметить, что 11 лет также получил Майкл Наки за видос, где российские войска обстреливают атомную электростанцию. Обстреливают они, а 11 лет лишения свободы получил и я. Ну вот, считайте, убить человека из-то военной преисполнении стоит столько же, сколько и похулиганить еще, судя по всему. Там хулиганство, он Ниву угнал, насколько я помню, из этого дела. Угнал Ниву у подчиненных, сказал, типа, давайте сюда, уехал на ней. Это вот стоит столько же по российскому праву, в кавычках, сколько показать видос, как российские военные обстреливают атомную электростанцию. Ну, вот они, герои России, вот она элита России, как бы, что называется, тем, кто считает, что все нормально, поздравляю вам с этим жить. Ну, а с вами был Майкл Наки и до скорых встреч, всего доброго, пока. Субтитры сделал DimaTorzok